здарова всем с вами швы плюшка это канал бывшего осужденного сегодня расскажу вам историю как меня на зоне чуть не угробил врач-психиатр не знаю или там по своему слабоумию либо там специально может быть короче это уже на ваше усмотрение если кто-то впервые вдруг на канале добро пожаловать лайки подписки все бесплатно здесь ставьте подписывайтесь и крат вкратце о себе я провел 12 лет местах решения свободы четырьмя сроками чем я не горжусь ни в коем случае здесь на канале рассказываю свой опыт смотрите много видосов здесь должно вам понравится зайти вот я рассказываю просто свой опыт чтобы там скажем так в назидание другим короче произошло это моим последним сроком кто-то верит лучше пиши крайним там или говори крайним сроком сути не меняет короче говори не говори есть у тебя в башке ничего нет хоть последний хоть крайне не будет заключительным скажем так это мне оставалось сидеть где-то год значит 2016 год где-то это происходило я помню было лето а меня понимаете есть такая небольшая канитель кто смотрит канал знают у меня были проблемы с паническими атаками ну там расстройство и так далее там сейчас слава богу мне намного лучше уже давно достаточно до конца конечно я не избавился бывает иногда что там ну нет голоса никакие я не слышу ребят все нормально как бы ну весной бывает знаете чего я вот плохо сплю там мало когда межсезонье я короче ну вот метеозависимый человек и так далее вот это вот отголоски того что как бы вот нервную систему свою я расшатал когда болел вот этими атаками и так далее а вот и получается когда я там находился в зоне последним сроком я весной обычно обращался санчасть по вот с проблемами каким связанным со сном и так далее короче история такая будь здоров сейчас прям маленькая информация рекламка такая и начинаем прям сходу друзья если вы любите настольные у нас есть замечательные нады шахматы шашки все ручной работы полном комплекте все очень здорово классно сделано есть разные вариации со всеми футбольными командами охотничьей тематики с гербом шахматы фигуры тоже резные все классно здорово сделано шкатулки ручной работы такие вот клевые четки в машину тоже очень много вариантов есть интересных ребят если кому нравится кому-то хочет себе и в подарок пишите в соцсети ссылки как всегда будут в описании всем добра в общем ребят обращайтесь ссылки на соцсети в описании на мой второй канал кстати я сделала на яндекс дзене еще канал я понимаю что он не тарахтел там ни в одно место на всякий случай ссылочку оставлю подпишитесь если чашу мало ли там не потеряться знаете ну как ну и там telegram все короче там найдете в общем обращайтесь пишите сориентируем по всем моментам давайте начи начинать было как я сказал уже весна к нам пришел психиатр там вообще короче медицина такая оставляет желать лучшего вот в этой архаре это была копейка зона строгого режима мой четвертый срок вообще нихрена короче не было там иногда не был даже аспирина то есть если температура зима я там болел часто достаточно климат для меня там такой печальный и всю жизнь москве живу там максимум рязани средняя полоса там короче вообще никаких лекарств ни хрена нету но разрешали там пропускали короче там сколько хочется не из дома типа вот этой фигни вот у меня я запасался то есть у меня было то много лекарств мог был всего на вся и на все случаи ко мне ходила там полбарака я никому ничего не отказывал ну так вот и психиатр его как такового вообще не было практически весь срок он там то появлялся как короче какой-то чел вообще как сказать был раньше каким там не знаю фельдшером да тут раз и стал психиатром вот так вот по указанию начальство тип у нас должен быть психиатр где мы его возьмем давайте из какого-нибудь врача ненужного бесполезно сделаем психиатра вот и суть то в том что как бы я этих всех психиатров психологов знаю я это все уже проходил я был на кошкином доме есть у меня тоже ролик это вот такая тюремная психушка в москве со всех тюрем везут туда шизанут тип меня а вот и я здесь на свободе короче общался тоже в дневном стационаре наблюдался я понимаю что короче ну кроме самого себя те никто не поможет вот с твоими тараканами в голове разобраться то есть ты там им нафиг не нужно не просто свою работу выполняет и все тем более уж там в архангельской где медицина была такая же даже просто не было вообще никакой и у нас короче появляются психиатры он такой вообще похожий на маржа он огромный такой вообще ходит на и такой неуклюже метки очки тортиловские затемненные сам он как колобок кучерявый такая тут укупник и он зимой еще появился когда это должен он ходил с рыжим портфелем в дубленке и вот шапкой знать такая меховая типа кепка вот здесь вот такие еще уж можно опустить короче такая дебил ойд на а вот и он такой когда мимо шел над ним все короче угорали тому называли там пока я не пока колобок там кто как вон смотри чешет короче ну такой реальным смехотворная короче но мне надо ходить туда соответственно то есть когда это проблема у меня там со сном либо со сном со сон от проблемы там какого-то нервяк там еще чуть мне надо к нему ходить чтобы он не то мои лекарства выдавал либо свои давал короче вот так и плюс еще когда он пришел он начал короче всех кто там раньше обращался психиатру за помощь всех начал вызывать но я пришел я посмотрел что это короче вообще были дебил ойд я понял что особо чешнем разгаде у меня все нормально если надо короче я обращусь не переживайте довольно хорошо ну и короче происходит вот чем наступает весна не день проблемы с сном короче там поспал там 45 часов все сна нету короче 2 уже блин ходишь нервяк уже хреново короче третий день обычно все кончалось на третий день то есть организм уставал короче спал сколько ему надо вот благо там короче можно было там дрыхнуть пожалуйста посинение и вот внутри дня уже прошло у меня реально уже сил нет я такой вот изнеможденный я не знаю как вот я уже там я и спортом хожу занимаюсь это на постоянку ходил качался что еще делать короче годами обкачайся а вот и ходил туда там думаю блин надо может организму устать там и чё короче ложусь спать все вроде хочу блин просыпаюсь опять поспал там 45 часов и все его честно нету ну короче пошел думаю пойду пускай мне лекарства с какой-то не знаю ну такой снотворный там мы до этого как бы я когда ходил там кто-то был вот такой вот аля психиатр такой оторви и выкинь они не давали что-то такой там реланиум там не знаю ну короче какие-то успокоительные в худшем случае валерьянку давали было дело хочешь прихожу к нему и туда-сюда объясняю такие дела а он в атлан все я короче выпишите лекарства не гони выписывает мне там короче г походу там что-то запрещено содержащие говорит ну там такое окошечко там мати лекарства дают вот те выписал врач ты идешь ты там выдают если обычные лекарстве просто их дали в рук ты там хочешь ним то и делаешь они есть а если что-то такое короче там в окошке говорят давай при мне короче бомби ну употребляй я говорю так это это типа но мне чтоб спать я говорю часто день нафига мне сейчас как бы ну пить эти капли я ничего не знаю нам так положено там какая сидит короче селедка этом я говорю так мне не сейчас не надо спать это минут не выписал мне на ночь вы мне там налейте там не знаю там куда не какую-нибудь у меня баночка была такая знаете из-под витаминов ревит ничего не знаем выпивай здесь я выпиваю а получается мне надо через всю зону идти с санчасти к себе в барак я иду и уже когда я подхожу к отряду чувствую уже чет не то не вспоминает сразу психушкой было передал что-то такое когда ты уже становишься такой ватный и как будто знаете такой более это вообще отвратительное состояние никому его не желание когда узнать и отвечает а просто жесть то есть ты очень тормозишь такой вялый твое тело тебя плохо слушается при всем этом у тебя такое ощущение что-то знаете сейчас вот были на те как это там тошнота отдышка появляется короче капец я захожу мне надо на третий этаж подниматься поднимаешь на третий этаж и сразу же короче я просто ложусь на кровать сразу же и это одно чё день как будет люди все ходят там туда-сюда короче я переоделся вот шорт там тапках он там ходит в бараке как кто хочет там движух то есть да а у меня уже все меня накрывает еще сильнее это не кафе вам хочу сказать кто-то может скажешь да ты нормально приходнулся нет мне становится хуже у меня вот это все в глазах мелькает как они носятся ну они ходят а мне кажется не носятся мне шум такой как будто не знают они там просто я возле двигателя самолет стою и вот это вот все с головокружением где непонятно там ты сейчас короче чё с тобой я понимаю что короче все я знаю что это такое приблизительно но в психушке то что там давали да там на кошкином доме вот такие лекарства они тебя вырубают то есть я там раз и тебя вырубает это херня на нифига не вырубает то есть я пытался это как будто скипнуть все а вот и короче это ложусь думаю надо поспать потому что снотворный есть придут менты скажу мне там снотворного дали медчасти короче ну я буду спать не выгонять меня на проверку тому договорюсь и короче это там хоть парад что готовится поход к параду скоро же это 9 мая короче это ложусь и я не могу нифига уснуть то есть но она не вырубает тебя и я понимаю что вот у меня сейчас все еще чуть-чуть мне уже тяжело дышать то есть ну короче я понимаешь у меня короче как херня и травили я просто кое-как встаю дохожу до там телефон я скажем отряде телефон такой типа локальная связь там есть между отрядами санчасти я звоню дежурку я говорю мне срочно нет часть короче там ты к третьему и второму второй отряд втором отряда подойдите сейчас спущусь короче мне будет херню далее я умираю и прям как вот был в чем короче вот шортов тапка так вообще нельзя по зоне ходить ты должен там одевать вот эту робу и так далее я выхожу у меня вид он такой чё с тобой я сейчас короче крякну по ходу у меня все уже у меня я задыхаюсь такой блин а как тебя вести ты егать да похеру как веди как-нибудь я говорю я сейчас все у меня уже как бы я я я говорю там сам как хочешь веди он клан пошли и мы идем я через всю зону чешу а мне как бы чё все знают там из других отрядов там орут серёга чего там с тобой куда показывайте хреново вот а сам я ели реально иду мне уже все я как вот вот такое как как вот в этом в клипе пройдет с мэг мобича помните да если кого-то был такое состояние только не по пьяни а может и по 5 напишите в комментариях ребята обязательно что-нибудь похоже вы испытывали что я сейчас описываю или нет короче иду все меня короче что приводит а я сам прекрасно понимаю что там ни хрена нет то есть они мне особо ничем не помогут если я наделся может быть у них есть капельница самой простой там с водой вот этот раствор вот раза разбодишь нихрена врачей нет уже все короче по уходили я короче захожу не горит ну ложись чего-то отдыхай здесь типа до завтра врачей жди я мог это и в отряде сделать вы не глядите чего-нибудь чтобы меня это отпустило херня а там на меня смотрят короче такие думают что я четко обдолбался там был короче пацан чеченец он с другой зоны приехал и он там короче с местными блатными общался вот и сам прикол он здесь короче недалеко от меня живет в москве но потом уж не познакомишь он такой смотри ты чего типа там спать не спать там соль а это фигни давно было то есть там употребляли люди эту фигню я говорю не дружище неплохо объясняю кое-как ситуацию сам ложусь он короче у него труба была санчасти раз позвонил к нам на отряд там тоже чеченец был он говорит и нет пацан нормально он там ну реально ничего нигде там не был некая замечен а вот он там на спорте все дела короче это реально чё-то ему короче дали погибает ну ладно хорошо и я короче вижу понимаю там чуть-чуть попускает прошло уже где-то часа полтора вот так вот я пью все воды воды пил короче там хожу поссать чтобы выгнать из себя эту фигню как-то короче ну бы обливать пробовал там чтобы на это хоть что там какие-то остатки выше мне еще сильнее больше не перекрыло вот но короче кое-как с горем пополам где-то часа через три мне чуть-чуть стал полегче вот я лежал там пацаны отвлекали меня там чё плану спокойствие там все нормально будет я уснул уснул до проснулся короче уже в таком но более-менее нормально стоять но тем не менее в куматоде захожу и к этому и ну-ка иди там по выпусти меня санитарий ты чем не дал его я чуть не подох он говорит но это вот тип такой вот снотворный я говорю ты понимаешь я говорю ну там реально вообще такое состояние просто ты я не знаю как это назвать даже то есть а ты его не можешь как ты уснуть не можешь и у такой ты хочешь соблевать ты не можешь дышать твои руки ноги тебя не слушать и голова кружится короче ты ни хрена ничего не понимаешь ты не владеешь говоря собой очень плохо владеешь как у типа значит как это как она за контузия из этой серии он такую беру еще не знаю и все больше к этому не буду называть его там никакими матными словами здесь просто возле церкви стою короче все я к нему больше не ходил я пришел себя еще сутки там повалялся познакомились мы с этим пацаном с чеченцем вот там что туда-сюда нормально пообщались короче все я пришел в отряд а вот там пацаны тип чего там такую я думаю такая херня горю короче произошла блин нифига себе не ходить к нему не вздумайте и что вы думаете прошло дня три происходит следующее то есть такой же чел с такими же проблемами как я пришел к нему санчасть а может быть и с другими проблемами они там выписывали эту хиромонти всем вообще кто к ним обращался может теста на оставили короче он ему выписывает а тот с инвалидного отряда то есть к ним более лояльно относится он такой старенький был ну как старенький извиняюсь все таки все таки ругнулся матом 45 лет ему где-то было да но я так его знаю визуально видал как не суть важно короче к инвалидам более лояльно относились чем ко всяким отрядом тем более к нашему наш такой был вообще оторви и выкинь там все нарушители режимы и так далее ему разрешали короче при них не пить типа инвалид и так далее и он что сделал он за три или четыре дня собрал эту байду все он не пил ее специально копил он думал что типа ему дает что там короче какую-то тему крутую но типа чтобы раскумариться нормально он решил под накопить ее представляете в итоге спустя вот эти три четыре дня он ее вшатывает все вот это вот до трех четырех дневную дозировку этой фигни и он умер он умер на санчасти то есть ему стало херово он его положили на санчасти но дозировка превышала ту который я выпил три или четыре раза я отвечая даже не хочу думать в какой агонии вообще он умирал и представлять потому что это вот то что я испытал это просто трэш ребят это вообще я не знаю это смертельная инъекция из серии то есть все понятие перекрывает настолько что ты все у тебя мысли бегают путаются у тебя и страх и паническая атака и ты вздыхаешься не можешь там чуть код пойти чуть сделать короче там и вот в этом состоянии там потом пацаны рассказывает он там да реально извивался орал ну вот так вот кайфанул короче будь здоров человек будь здоров почему такая канитель произошла я когда узнал я просто представляю я-то испытал на себе это чудесное лекарство в малой дозе я просто как представил вообще чё с ним был я думаю реально просто капец вот такие врачи там ребят вот так вот так там лечим я как-то рассказывал там в этой же санчасти одному типу перелом лечили знаете как плинтус оторвали и к ноге при привязали говорят все идея заживет чем такая была санчасть это еще раз доказать ребят что тюрьма это вообще ужасное место туда нельзя попадать ни в коем случае да это конечно наверно весело там и прикольно послушать вот мы истории да и вот здесь сидя дома перед телефоном или компьютером когда ты ешь там или там пивка решил попить с рыбкой но на самом деле там все очень печально когда вот так вот вспоминаешь к этому что там происходило реально жутко становится самому душе слава богу как вообще я выжил реально такие были там ситуации вообще просто кикос как там говорят кикос а вот поэтому ребят не занимаясь никакой фигней слушайте меня сами мотайте на ус в общем цените свою жизнь своих родных близких еще раз жды напоминаю вам ребят что если вы не поставили лайкос в начале видео сейчас самое время это сделать подписаться на канал потому что очень многие смотрят без подписки на соцсети все в описании как говорил ребят в принципе все давайте до новых встреч берегите увидимся